Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, и ведь в этом мире я и ты. В избытке силы обновления, познавшие радость и любовь. В простом ты видишь все творение, и к жизни новой вновь готов. 12 июля, день Петра и Павла, назван через жития, подвигов и страданий святых, славных и всехвальных верховных апостолов Петра и Павла. Оба эти апостола являются самыми главными в распространении христианства. Они не побоялись его проповедовать в Риме, когда начались гонения на христиан. За это пострадали. Петра распяли, а Павел был усечен мечом. По свидетельству очевидцев, из раны истекала кровь с молоком. Верные взявшие тело его положили в одном месте со святым Петром. Этот день в народе считался праздником солнца. С этого дня начинались всевозможные ярмарки, которые получили название «Петровские гуляния». С этого времени приступали к уборке хлеба. Сегодня отмечали и проводы лета. Апостол Петр считался покровителем полей и лугов, а также рыболовного промысла. Ему молились о хорошем улове. В этот день платили пошлины и налоги. Церковь получала Петровскую дань. Еще этот день в старину называли Петровским говением, так как частенько на эту дату выпадал конец Петровского поста. И если это было так, то готовили обильное угощение и приглашали в гости родственников соседей. А крестные в этот день дарили крестникам пироги из пшеничной муки. Сегодня было принято умываться из трех родников, чтобы сохранить на долгие годы молодость и красоту. А купание в этот день очищает человека от грехов. Приметы. Идет сегодня дождь, будет и мокрый сенокос. Если в течение дня два раза дождь пошел, будет богатый урожай. Если кукушка кукует после Петрова дня, лето будет долгим. Если сегодня листья с деревьев начинают опадать, дело идет к осени. И если соловей после Петрова дня еще поет, зима начнется после покрова, через 3-4 недели. Если в этот день погода ясна, год будет хороший. А может еще, конечно, чуть-чуть нужно было поджарить, но ладно. Да, сразу же предупреждаю. Чрезмерно сильная термическая обработка разрушает биологически активные вещества. Поэтому старайтесь меньше. Только раз-раз-раз-раз, но есть в теплом виде. Если все это у вас постоит какое-то время, то биологически активные вещества уже теряют свою активность. Геннадий Петрович, я увелкам. Ага, хорошо, хорошо. Теряют свою активность и уже не такие хорошие, как нам надо, чтобы они нас укрепляли. Итак, я беру свои котлетки. Помочь? А я сразу беру. Давайте. А я тогда приготовлю стол для того, чтобы мы выложили. Одна у меня котлетка с имбирьером, другая котлетка у меня с трапуточкой. Маленькая. Сметанка. Кстати, имбирные котлетки очень хороши в холодное время года. И для того, чтобы человек не простужался. Если хотите, для этих котлеток иммунитет будет укрепляться, память, пищеварение и все остальное. Давайте рядышком. Давайте рядышком. Давайте рядышком. Опа. Вот смотрите, сразу видно, в моей котлетке однородная масса. Вот у Танюши получилась, ну, как бы сказать, такая соломочка. Соломочка. Попробуем. Она, я думаю, тоже приятная будет. Вот так. Так. Так, сметанку на них или пусть дайте посередочке. Так, сметанки, никакой сметанки. Подадите, подадите. Как никакой сметанки? Ну, тогда не макайте ее. А я буду, ладно. Таня будет со сметаной. Вот смотрите, с чем, как сказать, чревато. Если вы хотите, чтобы у вас вес уходил, то никакой сметанки не используйте. Ешьте в сухомяточку. Долго жуйте, и все будет нормально. Как только пошла сметанка, будет гораздо вкуснее, и вы переедаетесь со сметаной. Только вы съели один блинчик. Ну, два. Вот это нормально. А так вы съедаете штучек. Штучек пять. Ну, что-с. Ладно. Оставим сметану в покое. Сметану в покое. Я начну каждое с блюда. Да, да. Другого. Да. Где сам берем? Малышки сам берем, да? Угу. Ну, пока вы. Угу. Ну, и что, хорошие? Они, по крайней мере, хрустят. Угу. Хрустят. Это хорошо. Вижу-ка. 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 Вижу-ка.